С точки зрения людей, которые знакомы с историей, то я не вижу большой опасности. Я наоборот сейчас вижу возможность совсем другой истории, поскольку, если говорить о Великой Отечественной войне, многие исследователи-историки занялись такими вопросами, как сбор свидетельских, очевидцев, истории очевидцев. И вот я очень люблю сайт «Я помню», где высказываются участники Великой Отечественной войны, причем парадоксально получается рассказ разных людей про одно и то же событие, про одно и то же битву, про одно и то же отступление, про один и тот же выход из окружения. И оказывается, что несколько человек дают оценку. Причем можно фактически по этим свидетельствам, по этим рассказам восстановить то, что казалось невосстановимо, что делалось в гетто, что делалось в концлагерях, потому что выясняется, что несколько есть очевидцев, и эти их рассказы, они достаточно искренние, достаточно честные, пусть даже каждый из них субъективен, но можно составить достаточно объективную картину. Поэтому мне представляется, что для историков недавнего, прошлого, редкую ситуацию с учетом электронных средств массовой информации, с учетом того, что дает компьютер, интернет, анализировать эту информацию, ее обобщать и обмениваться этой информацией, может быть, редкий случай, когда можно восстановить всю историческую правду. Вот я к этому как отношусь. Что касается новых фильмов о войне, даже там, где исторические события вроде показаны правильно, ну вот канваи, но правда там нет никакой, даже нам, кто родился гораздо позже окончания войны, и все это не видел, но тем не менее мы знакомы с рассказами, очевидцами, мы сами видели довоенные и военные фотографии, мы видим документальные съемки, но совершенно очевидно, что в такой форме, с иголочки, из хорошего сукна, люди из окружения не выходят, то есть полное отсутствие, ну вот, что называется, правдоподобности, даже если, значит, все правильно, историческая канва есть. Это говорит в целом о упадке культуры, о плохом уровне преподавания, начиная со школы, не только истории, но и русской литературы или советской литературы. Поэтому тут очень сложный вопрос.